Октябрьский районный суд Омска вынес приговор должнику по коммунальным платежам. Правда, обвиняемого осудили не за долги, а за то, что в сентябре прошлого года он с ножом напал на судебного пристава, когда исполнитель пришел к нему домой. Подробности этой истории у Николая Евенко. Само уголовное дело сфальсифицировано на основании провокации и исполненной судебной пристава. В ходе предварительного расследования следует утравление, которое начинало не так, но и были представлены определенные доказательства документальные. После этого дело передали следователю доказательства и он также передал дополнительное документальное доказательство, которое он даже не при отсутствует. И у вас нет. Свою вину в преступлении 58-летний мужчина так и не признал. В сентябре прошлого года в его дом пришли судебные приставы. Мужчина задолжал 55 тысяч рублей за воду, но вместо того, чтобы погасить задолженность, Амич схватил нож и набросился на исполнителя. Находился в очень агрессивном состоянии и прямым ударом попытался нести удар в грудь, от которого в секунду я успел увернуться. И удар пришелся в грудь и скользован по куртке. Инцидент произошел в одном из первых рейдов Николая Меркулова. Тогда он только устроился работать судебным приставом. Это были не просто угрозы, считает Николай. Если бы он не увернулся, то мог бы оказаться в больнице, ведь нападавший целился в грудь. За совершение преступления, предусмотренного статьей 296 частью 3 Уголовного кодекса России, законодателям предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. И больше обвинений сколько было? Государственным обвинениям предлагалось назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима. Ну а Николай Меркулов, несмотря на экстремальное начало карьеры, не собирается менять профессию.